Компактные кроссоверы. Самый популярный и быстро развивающийся подкласс. Конкуренция здесь очень серьезная, поэтому и новинки появляются с завидной регулярностью. Кто-то обновляет уже существующую модель, кто-то представляет совершенно новую. Сравним три таких модели, официально представленные в России совсем недавно. Начнем с француза. Peugeot 2008. В базовую комплектацию входят 6 подушек безопасности, кондиционер, мультимедийная система с сенсорным экраном. 130-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,2 литра обеспечивает разгон до сотни за 10,2 секунды. И средний расход в 6,5 литров. Привод передний. Коробка классический автомат 6 ступеней. Дорожный просвет 175 мм. Объем багажника 454 литра. Цена от 1 миллиона 769 тысяч рублей. Второй японец. Mazda CX-30. Под капотом двухлитровый бензиновый атмосферник мощностью 150 лошадиных сил. Разгон до сотни. 9,8 секунды. Расход порядка 7 литров. Привод передний. Коробка передач. Шестиступенчатый автомат. Объем багажного отсека 295 литров. Клиренс 180 мм. В списке оснащения. Светодиодные фары. Датчики дождя и света. Система мониторинга давления в шинах. Проекционный экран. Двухзонный климат-контроль. Цена 1 миллион 904 тысяч рублей. Третья новинка. От Cadillac. В базовое оснащение XT4 входят такие опции, как 18-дюймовые диски, бесключевой доступ, камера заднего хода с HD-разрешением, 8-дюймовый сенсорный дисплей, передние и задние датчики парковки. Двухлитровый бензиновый турбомотор выдает 200 лошадиных сил и разгоняет автомобиль до сотни за 8,6 секунды. Расход в смешанном цикле 8,7 литра. Привод полный, коробка передач, 9-ступенчатый автомат, дорожный просвет 172 миллиметра, объем багажного отделения 637 литров. Цены начинаются с отметки 3 миллиона 250 тысяч рублей. Самый доступный Peugeot. Мотор послабее остальных, но за счет турбонаддува характеристики вполне достойные. Жаль, только полный привод недоступен в принципе. А вот у Mazda он есть, правда, за доплату. Но она и без того дороже француза. Набор оборудования при этом неплохой, но без излишеств. Кадиллак дороже всех и намного. Но у него самый мощный мотор. Только полный привод и приличный набор технологичных опций уже в базе. И, конечно, все трое типичные горожане. Моноприводные версии справятся разве что с грунтовкой. Да и полный привод американца все равно не для серьезного бездорожья.